Особое мнение на 101FM Да, это особый у микрофона Владимир Сметанин. Приветствую вас. И у микрофона же гость нашей студии, который только что читал с интересом газету «Бизнес-новости» в Кирове. Владимир Журавлёв, депутат Кировской городской думы, предприниматель. Ну, понятно, почему эта газета у вас в руках. Интересно? Конечно, да. Очень много таких статей сразу выведел. И по Шмакову, по Максиму, и по... Виталий Шмаков. Экс-директор Кировской региональной ипотечной корпорации. Что появилось новое, что он заявил, что эта взятка была Ольга Куземская. Хотя это было известно так кулуарно, что да, он брал не для себя. Я знаю, что правоохранители там прослушивали их там три недели, по-моему. Хорошо, раз уж мы начали именно с этого, давайте с этим мы продолжим. Как вам вообще эта история? Человек пришел на пост генерального директора Кировской региональной ипотечной корпорации. Всего лишь два месяца. По-моему, даже меньше двух месяцев. Или меньше двух месяцев. И бац, попадается на взятки в пять миллионов рублей. Ну, мы знаем там, вот неоднозначность фигуры Ольги Куземской в местных политических кругах. То есть к ней претензии есть и у областных чиновников, и у многих исполняющих. А у вас лично? Ну, я с ней напрямую не сотрудничал, не сталкивался. Но очень много мне как бы знакомых среди исполняющих обязанностей министров. Правительства областного очень много, там чиновников областных задействовано. Всем непонятно было ее поведение. Все, плюс ее позиции, вы в курсе, что говорили, что эта фигура сюда была Игорю Владимировичу навязана. Чем? Она приехала с этим миллиардом рублей, которые на дороге дали. Она приехала с этим миллиардом? Да, да. Подождите, это же федеральная программа, при чем здесь Куземская? Вы представляете, вот у нас такая политика ведется на федеральном уровне. При том, она... Даем деньги и засылаем вместе с деньгами человечка, что ли? Да, да. И под эти деньги, я думаю, что... Вот, к сожалению, почему про коррупцию все говорят? Ее задачей была в том числе заработать те люди, которые... Это не федеральные чиновники, это там крупные якобы бизнесмены, я даже знаю фамилию человека, который якобы ее пролоббировал сюда, ну, они известны там, я знаю, что наши... Это федеральная какая-то персона? Да, это федеральная персона, федеральная фигура, она в Кирове неизвестна никому, но фамилия понятна. Это известно и Следственному комитету, и Федеральной службе безопасности, эта информация была. Ее вели, за ней следили, смотрели, вот. И я знаю, что то, что говорит Шмаков, ну, это смешно, потому что там слушали разговоры в том числе. В том числе. Ну, пусть пасли. Да, пасли. Извиняюсь за это слово. Мы не боялись, и Куземска четко говорила, что там, что я непотопляемый человек, что там у меня такое прикрытие на самом высоком уровне, поэтому... Но Ольгу Викторовну, как известно, вызывали на заседание, она не явилась. Ну, сейчас вот интересно, в интернете есть такая информация, что якобы прячется в Крыму где-то там. Да, есть. Была опубликована на сайте, в частности, вятского наблюдателя, эта информация. Ну, и слова, произнесенные Игорем Васильевым, губернатором по поводу Кировской региональной ипотечной корпорации, я процитирую. На мой взгляд, этот инструмент уже устарел, в смысле корпорация. И он совсем не нужен. И кроме порождения каких-то дурацких схем и желания у людей, которые только встают у руля сразу что-то хапнуть, он больше ничего не дает. Я думаю, что мы должны ответственно подойти к решению этого вопроса, рассчитаться со всеми добросовестными заемщиками, которые давали деньги к Рику. Там много чудес, очень много чудес. Вот фактически предложил ликвидировать глава региона ипотечную корпорацию. Вы согласны с этой позицией? Ну, я понимаю, Игорь Владимирович, наверное, в этом я его поддержу. Непонятно роль стопроцентного государственного предприятия, которое, в принципе, ну, я считаю, его задача была, вот, изначально, поддерживать низкие строительные цены на жилье. Делать жилье более доступным по стоимости. Чтобы строительные компании крупно не договаривались, то есть, например, там, ну, там, по 50, например, тысяч, а они могли бы только начинать завышать, крупные игроки цены в сговор вступили, я знаю, что бизнесу это свойственно, то, например, корпорация, она должна была как бы строить социальное жилье. Ну, вот, например, претензия у меня к корпорации конкретно есть, это вот случай, когда с 24-й школой, здесь вот эта площадка, под которой мы планировали... Напротив дома Ленина 20. Да, напротив Ленина 20, должна была стоять школа. Крику это отдали, я знаю, что это при участии господина Белых, благодавшего бывшего губернатора. Здесь, я знаю, что в этом доме было запланировано, там, человек, наверное, как мне сказали в правительстве, человек, наверное, 20, в этом доме должны были чиновников области получить квартиры. Ну, на нормальных условиях, там, купив и так далее, просто место якобы центральное. Срезервировали. Да, об этом мне заявляли тогда работники Крика в кулуарных разговорах. Хочу сказать, что мне удавалось там два года как депутату оттягивать вот эти общественные слушания, проводить, чтобы этот дом не строился здесь. А вы были в числе, простите, тех, кто настаивал на возведении пристроя, да? Я настаивал на том, что здесь должна быть школа, да. Школа. Именно, пристрой школы. Мало того, это была инициатива лично моя, как бы, потому что здесь по старому генплану должна быть школа, и она необходима в этом месте. И это последняя более или менее подходящая площадка для школы. Тем более мы бы ее не строили как новую школу, потому что здесь не хватает там около гектара земли. А чтобы построить школу, нужно 2,3 гектара земли. А как раз там существует 24-я школа в яслях бывших, и мы бы оформили это документально, как пристрой в школе. И было точно такое же здание, даже можно было бы чуть больше, как буквально 300 метров, 27-я школа, гимназия, которая только что прознала 100-летие. Мы бы могли таким же образом построить здесь школу, и сегодня проблемы в центре со школами, ее бы не было. Хватило бы, хватило бы, хватило бы, эта школа на 750 мест была бы вполне нормальная. Мало того, там была бы и спортивная площадка, чего сегодня нет вообще 24-й школы и так далее. То есть мы бы решали многие социальные вопросы. И два года нам удавалось крик просто, знаете, ну они там юристы, это государственная компания 100%, областная дочка. Они не уходили левыми схемами. И тогда крик решил обойти вот это, мы останавливались, оттягивали все это, как возможно было. Как только они продали это к ЧУСу Сергею Ивановичу Кочурову, там пришли ушлые частные юристы, которые начали моментально протащили и приведя там людей на общественное слушание и так далее. Ну, так, как делают все строительные компании крупные. Они протаскивают как бы на общественное слушание, и обычно люди, граждане, они ходят. Подмяли, подмяли, мало того, единственное, что здесь вопрос долго очень решался, там, сколько это же строить. И так-то здесь должна была стена первоначально по проекту Крика, это такая же стена, как Ленина 20, помните, какая стена, только там 9-этажная. А здесь должна была быть 16-этажная стена. И удалось немножко за счет того, что там экспертизы были сделаны, сократить, что это свечка. Это, может быть, менее привлекательно сделало вот эту стройку для них. Но, с другой стороны, хоть какой-то просвет, хоть какая-то архитектура. Вот. И Крик, конечно же, добился, хотя была... Вот я с генеральным директором Криком буквально еще, они приступили к Котловану. С каким именно генеральным директором? Я у Кучерова какой-то был на тот момент, мы встречались у Морозова, Романа Александровича, зама по строительству, втроем, в таком формате. Зам глава администрации, да? Да, да, да. Это еще как раз перескоп в Сан-Викторовиче его только назначили. И где, я высказал генеральному, вам, насколько это площадка? Он говорит, ну да, мы вложили сюда это, это деньги, но... А, это был Перминов? Я не помню фамилию человека этого. Вот. И он готов был рассмотреть вопрос, он говорит, нам нужна здесь площадка под школу. Мы готовы рассмотреть там участок, например, здесь около гектара, ну, 0,97, по-моему, гектара здесь. Мы готовы там получить 2-3 гектара, например, в чистых прудах какой-то земли. Но больше, но не в центре. Понятно, что земля в центре стоит дороже. Под застройку мы готовы поменяться, ждем предложений. Мы доложили Александру Викторовичу с Романом Александровичем Морозовым, но ноль реакций. Реакции никакой не произошло, поэтому мы потеряли эту площадку. Ну, так что с криком-то делать? Ликвидировать, поддерживать все-таки? Ну, надо смотреть, во-первых, это... А если ликвидируют, вы вот то, о чем вы говорили, монополисты, задерут цену-то? Ну, я думаю, что сейчас уже появились механизмы на рынке, которые можно регулировать цену. И в данном случае, вот мы все понимаем, что сегодня многоэтажное строительство, точечное, большие этажные, в центре города уже все застроено. То есть все застроено, фактически его просто физически нельзя делать. И я вот все смотрю, долго ли жители города Киров будут терпеть эти многоэтажки. Ну, вы поймите, что это... Есть даже исследование, вот посмотрите в интернете, целое еще там в 80-90-х годах в Европе и в Америке, когда четко доказано, что выше шестого этажа там уже другая биосфера, там другие вирусы, ну, как бы другие энергии совершенно витают. Насколько это длительное, как бы, проживание человека на такой высоте, насколько это отвечает его здоровью, вот этой среде. На Западе однозначно говорят, что чем дальше от земли, при том на такой высоте, то есть возникают вопросы. Например, я знаю, в Европе выше шести этажей не строят, шестой этаж, обычно, мансарда. А высокие здания это или офисные здания, или гостиницы, то есть где люди постоянно не проживают. И в Кирове, ну, слава богу, и в России столько земли, ну, давайте строить, вот я, например... Вы за малую этажку, да? Максимум пять этажей, как в Европе. Ну, фактически, да. Во-первых, это нет нагрузки на инфраструктуру, то есть сегодня построили 18-этажный дом, а места для автомобилей, жильцов этого дома, его просто не существует. А когда есть пятиэтажный дом, здесь есть и площадка детская, тут и стоянки для автомобилей проще предусмотреть, понимаете? Вот так, таким образом. Это Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, и это его особое мнение. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Напоминаю слушателям, что на сайте Кирова.ру есть форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. Вопросы, кстати, Владимир Вениаминович, вам есть несколько, три, по-моему, минимум. Я озвучу их после небольшой паузы. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, предприниматель. Беседуем с ним в рамках особого мнения. Вот интересуется Дмитрий Владимир Вениаминович. Не первый раз вас слушаю, пишет он, излагаете здравые мысли, но все-таки есть один вопрос. Если вы уверяете, что значительная часть муниципального бюджета расходуется с нарушениями, АТП у Калининского района и так далее, то какие конкретные действия приняли вы для устранения этих самых нарушений? Ссылки на то, что прежняя дума была неадекватной, не принимаются. Так как вы были там от Единой России. Ну, во-первых, я не в Единой России, я все-таки был во фракции Единой России. Но не в партии Единой России. Нет, не в партии. Не в партии ведь? Нет, не в партии. Я ни в какой партии. Просто так законодательно устроен процесс, что если ты вне... Там очень много инициатив происходит от фракции, поэтому быть... А создать такую независимую фракцию не удается, потому что для создания фракции нужно как минимум два депутата. К сожалению, в той думе такого не было. Там все были в партиях, поэтому мне не оставалось ничего другого, чтобы не быть отдаленным от процесса вот этого законодательного, как бы, включиться в Единую Россию. Тем более тогда ее возглавил Василий Купрянович Сураев, уважаемый мной человек. Ну так что вы конкретно приняли-то? Вот смотрите, если брать... Смотрите, какая ситуация. Во-первых, ты не можешь сделать поправку в нарушении бюджета, потому что всегда за любое решение... Я несколько раз предлагал, несколько раз предлагал проголосовать, ну вы же знаете, какая фракция. Она голосует против и все. Понимаете? Поправка бюджета это коллективный документ, то есть он требует коллективного голосования большинства. А мы помним... Я понимаю, что не принимается, но что вот индивидуально было сделано? Во-первых, по отношению по главе администрации, бывшему Драна Дмитрия Николаевича, было выиграно несколько судов, и ему было лично, как главе администрации, наложен штраф, например, за ямочный ремонт. Мы два раза его привлекали через суды к ответственности. Но там весь вопрос, знаете как, то есть нарушение бюджета, однозначно было нарушение финансовых вещей, и мы вместе это сделали с городской прокуратурой, Смоленцев Дмитрий Владимирович, и Артем Владимирович Молчанов, это ФАС. Управление ФАС. То есть мы втроем. Так построен механизм, что депутат может выйти с инициативы, и на самом деле это заявление писал я. А ФАС дает свое заключение, прокуратура свое, и с этим уже основанием мы выходим в суд и получаем нормальный результат. Но там, к сожалению, например, по тому ямочному ремонту был такой вопрос, что да, там часть штрафа идет Дмитрию Николаевичу, по-моему, порядка 100 тысяч рублей его штрафовали как физлицо. Лично физлицо, да. Но одновременно был штраф в размере там за каждый лот, там было три лота с нарушением, по-моему, по 400 тысяч, миллион 200 получала администрация города. А как на должностной? А как на должностной нет, не было? Нет. Не было. Ну, как должностной, но как физлицо, да, и плюс как на администрацию, то есть, понимаете, то есть нарушение это было принято им, и там миллион 200 шел, например, штраф, и меня вызывает, мы тогда с судьей разговаривали, что нужно так, чтобы бюджет оштрафовали на миллион 200. То есть, понимаете, так устроен закон. Слушайте, а куда штрафы-то поступают? Они же обратно в бюджет потом идут. Ну, не в местный, не в муниципальный. Это же федеральный, вся судебная, вся судебная штрафа, я, кроме административных штрафов, там какая-то часть поступает в областной бюджет. И, по-моему, даже в городской, но через переход через областной бюджет. Поэтому, к сожалению, орган Городская дума, он коллективный, я могу не сырить какие-то вопросы. К сожалению? К сожалению. Вы оговорились? Нет, к сожалению, он коллективный, ну, в ответ на вопрос Дмитрия, и я не могу один ничего не сделать, не согласовываясь с другими депутатами. Дмитрий-то и спрашивает о том, что лично вы-то, вы, вы. Я раз 20 выходил с предложениями о том, что изменить некоторые поправки в бюджете. Раз 20. Если депутаты не приняли... В том числе по расходованию бюджетных денег. Да, да, да. Мало-то вот сейчас у нас очень злободневные... Ну, вот завтра мы, рабочая группа с депутатами, при том депутаты разных партий, таких, я считаю, активно собираемся. Как раз нас несколько там вопросов волнует по тратам. Прежде всего, вы знаете, мало кто об этом знает, что есть в бюджете города трата на поддержку сельхозпроизводителей. Представляете? Нет, для меня это не открытие. Я знаю. И представляете, в сети пять лет в прошлом созыве по 300 миллионов получала одна группа. Мы ее все знаем, да? За которой стоит господин Крепостнов, Гозман. Вот они получали, никто другим, например, за речи не получал эту. И в этом году там 200 миллионов тоже предусмотрено в проекте. А почему получат только одна? Они не видят... И причем они еще от области получают? Да, плюс они от области. И вот, например, по прошлому году эта сумма там областная субсидия и городская, они там где-то 350 миллионов были примерно, примерно ориентировочно, цифру точно не помню. Они около миллиарда получали дотацию. Ну, можно так бизнес вести правильно, да? Ну, мне сложно, конечно. Плюс там есть нарушения, например, представляются одни и те же проекты под разным соусом, и дотации получаются. Я считаю, что это требует проверки. Чего вы будете требовать в этом смысле? Я считаю, что не должна одна группа получать эту дотацию. Или группа фирм аффилирована одними и теми жилицами. Не надо затачивать под кого-то, да, считаете? Конечно. Если это целевые деньги, мы сейчас это как бы изучим, то можно предложить за речью. Это тоже городская черта. Еще ряд есть предприятий, ягоды, например, хозяйство. Ну, мы найдем. Я думаю, что у нас есть сельхозпроизводители. И они не против бы получить эти деньги. А кто отказываться от денег? Деньги же, они безвозвратные, они не на возвратной основе. Это чисто субсидия разовая. Хорошо. Следующий вопрос тоже от нашего слушателя, который не подписался, или, может быть, не подписалась. Вот депутаты собирают наказы избирателей. Об их выполнении нет никакой информации. Даже на сайте Думы. Может быть, есть смысл, предлагает слушатель, ежегодно оформлять некий доклад, отчет об их выполнении? Ну, на самом деле... Сколько вы наказов в этом году получили? Несколько тысяч, наверняка? Вы знаете, нет. Вы знаете, как бы, на самом деле, у нас люди не очень охотно пишут наказы. А получается так, что человек приходит навстречу, это всегда конкретное решение вопросов. Ваш коллега, депутат Шлемензон, в прошлый раз говорил, что, по-моему, 3000 наказов получил. Или больше даже. Сейчас боюсь ошибиться. Такое количество наказов можно собрать только одним способом. Электронным. Электронным? Да. Вот. Но, к сожалению, у нас люди готовы устно излагать письменно, не все готовы. То есть, примерно один из десяти только оформляет письменно наказ. Ну, какую-то просьбу, звонки бывают. В принципе, системность, она понятна. И, вы знаете, чаще всего, ну, можно решать, не всегда решать в конкретном случае, например. Наказы касаются, например, системных изменений. Нужно, например, не дорогу на свободе поправить, а, например, сделать так, чтобы улучшить вообще общее состояние дорог. Вот такие наказы. Поэтому это систематизироваться. И вот, например, в этом году там в нашем округе, в 15-м, очень много дорог, больше всех, чем в других округах отремонтировали. А в следующем году как будет? Я не знаю, но в этом году был миллиард рублей. Нет, но результаты голосования-то ведь, результаты голосования-то уже известны по дорогам. Нет, до конца пока не сформирован пул. Я думаю, что это будет окончательно к началу организации этих конкурсов по дорогам. Это где-то февраль. Конец февраля, март. Вот тогда будет формироваться пул окончательно. Вот тогда мы можем что-то говорить. Но обещают миллиард 300 или даже миллиард 400 в следующий год. В этом году миллиард. Но мы все видели, как он был освоен. Бордюры не учтены. Колодцы, да? Колодцы все закатали. А сейчас мы их взяли и откопали. И по новым дорогам невозможно ездить. Знаете, там есть эти выбоины. Или где-то щебнем засыпали. Ну вот с кого спрашивать? Спина перескока уже нет. Еще бы интересно знать, откаты были на этом миллиарде. Ну да ладно. Ну так все-таки вы согласны со слушателем-то, что нужно какой-то публичный отчет о выполнении наказов? На самом деле мы каждый год направляем в администрацию, в Думу. Все свои отчеты о работе, они есть в территориальных. И они есть на сайтах, насколько я знаю, городской администрации. Есть на сайтах территориальных управлений, то есть по районам. Туда можно заходить и смотреть. Еще один вопрос от этого же слушателя. Ссылается он на 22-ю статью устава города Кирова, согласно которой Дума должна принимать программы и планы развития. Стратегия принята еще 5 лет назад и ни разу не актуализировалась. Так в курсе пишутся, видимо, дела. А планов Дума не принимала никогда, нет такого документа под названием «План развития города». Вопрос соответствующий. Как вы считаете, если депутаты не пользуются своими полномочиями, можно ли назвать их работу халатной? Ну можете тут по частям разделить. Ну хороший вопрос, на самом деле. Хороший вопрос. Нет ведь плана развития города? Нет, нет. Это как раз я в предыдущий созыв все 5 лет, о чем и говорил, господину, бывшему главе города Быкова Владимиру Васильевичу, о том, что отсутствует и стратегия развития реально, детально. Кстати, ее стратегии развития на областном уровне нет. Это чисто вот кто может... А вот анонсировано, что Игорь Владимирович должен где-то тут в ближайшее время озвучить стратегию развития области. А до этого это была филкина грамота при Никите Юрьевич Белых. Ну надеюсь, что сейчас появится программа. Мало того, я предлагал, например, чтобы все замы главы города по направлению образования, медицина, спорт, промышленность, дорожное хозяйство, ЖКХ программу представили. Вот сейчас новый у нас Илья Васильевич Вячеславович Шургин, ему мы тоже предложим, чтобы, во-первых, при назначении новых замов главы администрации была программа первая, что он сделает в ближайший год и с перспективой на 5 лет. А вы уверены, что он будет менять своих замов? Ну я думаю, что да. Я бы поменял. А как Илья Вячеславович будет действовать? Ну просто считаю, что эти замы не рабочие. Очень многие просто не соответствуют своих должностям. Так же, как все время правительство области. Они занимают места. Мы не забываем, как формировалась администрация города. Мы же помним, что ее определял даже не господин Быков, понимаете? А там несколько бизнесменов, которые доходили до того, в 2011 году, в 2012, в 2010, что некоторые бизнесмены к ним приходили на работу, устраиваться в администрацию города. Слава богу, сейчас этого нет. Но очень много вот этих вещей-то они остались. Нужно четко менять. Александр Викторович, к сожалению, Перескопов эту кадровую политику, он ее так и не довел. Там, по-моему, только два. Это он взял Алексея Журавлева и все их кадровые изменения и поставил Михаила Александровича Долгопола на Октябрьский район, вместо Гурьянова, которого уволили не совсем хорошо, там с уголовным делом. И поставил Симакова Вячеслава Николаевича. Все, вот эти кадры. Ну это смешно. Основной вопрос управленческий, кадровая политика. Ее как не было, так и нет. Очень много случайных людей. Ну так халатно или не халатно работает все-таки? Депутаты не принимают никаких программ и так далее. Я хочу сказать, что пятый созыв, он фактически был... Пятый, это прошлый, да. Да, это прошлый. К сожалению, я был в составе участников, но я пытался что-то там делать, но, к сожалению, вот они голосуют против и все. Почему сейчас их и нет, этих людей? И надеюсь, что все-таки вот эта Дума, она будет более эффективной. А Дума, кстати, формируется от уважаемых слушателей. Но сейчас я напомню, может быть, Владимир Вениаминович возглавляет фракцию «Справедливая Россия» в нашем городском парламенте. Да, да, и она вторая после «Одиной России», и вот мы очень много вещей собираемся как бы позиционировать. Мало того, пробить даже то, что... Вот выступает глава города, резюмирует заседание Думы. Это при господине Быкове, это вообще как бы узурпировалось, понимаете? То есть телевизионщикам четко говорили, только с Быковым разговаривали, потом только с Ладыкиным. А оппозиция где? Мало того, эти интервью брались, знаете, мы выделяем деньги по работе со средствами массовой информации. Ну и есть такая строка в бюджетах, да. А оппозиционерам не выдавалось. Сейчас я надеюсь, что там вот, я уже, например, вижу заявление Елены Васильевны, мы уже, наша фракция уже не согласна там с двумя-тремя пунктами. Например, в частности, она заявила, что центральный рынок будет, скорее всего, приватизирован, потому что он неэффективен и так далее за 500 миллионов. Так чуть позже об этом поподробнее поговорим, хорошо. Поговорим, хорошо, давайте поговорим. И второй пункт обозначить. Вот еще куприт приватизировать, слышали, да? Контрольный пакет акций. Контрольный пакет акций. Ну, тут чистая воды коррупция, что в первом случае я знаю, кто. Выгоды приобретателей. Во втором случае это все члены Единой России, фракции. Они туда пришли для этого. Ну, Елена Васильевна, вы начинаете уже играть. Давайте подробности после небольшой паузы рекламной, да, все-таки? Пауза. С Владимиром Журавлевым мы беседуем. Депутат Кировской городской думы, предприниматель. Так, интересно, давайте пройдемся. Ваше мнение по центральному рынку и по продаже центрального рынка и по продаже контрольного пакета акций муниципального предприятия Куприт. Елена Васильевна Ковалева, как известно, поддержала продажу рынка, назвала минимальную стоимость. Ну, она и ранее озвучивалась. Это 500 миллионов рублей. Нет, она озвучилась другая. Вы в курсе, что мы на последнем заседании там зарубились очень долго? Нам вообще предлагали продать центральный рынок за 250 миллионов начальную цену. Да ладно? Мы час сорок бодались, час сорок один вопрос качали. С кем? Кто противостоял? Кому? Ну, фракция Единая Россия. Вы и фракция Единая Россия? Да, там, ну, и как бы бодались-бодались, в итоге договорились, что в миллиард рублей. Нам там заявляли, что якобы прокуратура не пропустится, но смешно. Мы хозяйствующие субъекты. В общем, такую ахинею нам несли. Подождите, у нас летом была глава департамента муниципальной собственности Наталья Мамедова. Она говорила о том, что сначала нужно оценку провести еще центрального рынка. Ну, погодите. Она проведена вообще? Вот реальную, чтобы стоимость рыночную ее узнать? Нет, ну мы... 500-250 миллиардов. Вы знаете, как аргументировали? Мы открыли телефоны сотовые, благо, что сейчас доступ в кадастровую таблицу известен. И начали смотреть, считать, там несколько участков земли на центральном рынке. Их там, по-моему, 11 или 7, вот я сейчас не помню. И начали считать кадастровую стоимость. Да, да. Начали считать, и мы только насчитали, что это больше 500 миллионов кадастровую. Это не рыночная стоимость, это кадастровая. Моя оценка, притом она занижена, вот минимальная цена только земли, миллиард рублей. Только земли? Да, только земли. Без того, что там... Плюс там 10 тысяч квадратов с лишним, это эти магазины, которые по периметру на центральном рынке. И считал, и считаю, считал, и считаю, что здесь... И мы предлагали тогда, помните, ведь хотели приватизировать центральный рынок еще там... Вы предлагали некую управляющую компанию создать? Нет, просто в рамках муниципального предприятия, как проинвестировать, построить там мощный комплекс, выставочный, в центре, не снося старое здание. Это позволяет на 20 тысяч квадратных метров сделать. Второй этаж за счет этого продать всем арендаторам, которые сегодня арендуют на центральном рынке. Почему они не должны получить какой-то кусок? Притом по нормальной цене, например, там по 50 тысяч за квадрат, я проговаривал с профсоюзами, притом с разными на центральном рынке, с работниками. Они, в принципе, согласны. Они согласны были купить? Да, они поучаствовали. Там магазин от 15 до 30 метров. Мы бы эту верхнюю часть продавали бы. За эти деньги, то есть этого достаточно, мы бы строили первый этаж полностью, и он оставался бы. 51% оставался бы в собственности администрации, притом администрация не вкладывала бы ни копейки. То есть такая определенная концессия. Мало того, арендаторы были бы, как бы все довольны, то есть они остались и получили кусок свой. По крайней мере, там будут они торговать или нет. Это второй вопрос. А второй вопрос, чего у нас сегодня нет, это площадка для выставок. 10 тысяч внизу у нас бы оставалось, это для проведения ярмарок и выставок. Вы в курсе, что у нас сельхозпереработка очень сильна, там хлебобулочные предприятия совершенно, там колбасные, мясные, кондитерские, молочные. А мы выставки проводим, например, по выставке колбасы проходит филармонию, не смешно в фойе. Ну, я согласен с вами, что у нас нет приличного площадки для таких мероприятий. А для этих выставок нет, а это очень важно для хозяйственного механизма, для развития бизнеса. А в этим выставочным залом управляла бы администрация? Конечно, конечно. И шел бы доход, собственно, туда за аренду. Конечно, мало того, мы бы построили то, вот умножьте 10 тысяч, там, на эти же 50, мы бы получили 500 миллионов без копейки, используя вот эту землю. И не снося те старые здания по периметру, а потом можно модернизировать и идти дальше. Деньги вот они находятся. Кому это выгодно? Ну, вот у меня есть подозрение, что тот человек, который пришел и вел Елену Васильевну по первому округу, мы понимаем, да? Бывший депутат ОЗС, вы имеете в виду, пришедший? Валерий Васильевич? Я думаю, что он пришел не просто так. Для всех загадка, как так Валерий Васильевич сейчас сложил свой мандат в ОЗС и ушел как бы на низшую. Притом не занял никакой должности, как все слухи ходили при его амбициях. У меня есть подозрение, и мало того, он подтверждается оперативной информацией. Правоохранители очень секут за этим. Что такое оперативная информация? То, о чем я подумал? Да, то, о чем вы подумали, что есть подозрение. А что, проверки уже идут какие? Нет, пока нет проверок, но есть же работники, то есть планируется приватизировать гор-электросеть, гор-дорморстрой. Гостиница Губернская, это самое безобидное, видимо. Нет, я думаю, что здесь интересов ни у кого нет, хотя, может быть, она историческое здание, может быть, есть. А детский мир? Ну, детский мир, хорошее место. Нет, хорошее место и хороший актив, ну, может быть, и это. Но самое главное, Куприд, вот сегодня выставили контрольный пакет на продажу, я считаю, у сегодня у города и так нет свалки. Там, по-моему, 40 или 50 миллионов? Там 38 миллионов пакет, да. 51%? Начальная цена, да, да, да. Там даже больше, чем 51%, там 25% у одного частного собственника, 10% у другого, 10% у Ушакова физлица, а 25% это вот сейчас зашел депутат по партийным спискам Михаил, как же, у него 25% у его фирм. Единорос? Да, Единорос. Это не фамилия, Единорос Михаил, фамилию не вспомнили, ладно, выясним. Нет, 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 нет. Как-то на шею букву. Хорошо, продолжаем, ладно. Да, 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 но я вспомню сейчас, может быть, в конце. Я думаю, что он туда и пошел с целью, чтобы приватизировать и получить контроль, а я считаю, что это единственная сегодня свалка, которая... Но это не совсем все-таки свалка-то еще, они же там еще и переработкой занимаются, утилизацией и так далее. Я это понимаю, единственное, я считаю, что не надо из рук города выпускать. А этот человек как раз, я сейчас фамилию вспомню. Подождите, я сейчас посмотрю, нет, вы продолжите, продолжите. Они как раз вложили деньги, вот в этот, он владелец САХа, вложили деньги в Осинцах, и там... То есть это та самая площадка, против которой восстали люди? Да, да, да. Ну зачем продавать здесь? Пусть город стоит под контролем, тем более у меня и так 25%. Мало того, есть... Шихов Михаил Викторович. Да, Шихов Михаил Викторович. Он выгоды приобретатель. Я уверен, что он и заявится, и начнет выиграть. Зачем отдавать свалку, тем более это прибыльное предприятие, приносящее прибыль. Зачем его продавать, я не вижу смысла. Тем более в бизнесе некоторые примитивно мыслящие люди считают, что ну он недостаточно, значит нужно продать. Погодите, если ты держишь контрольный пакет, ты определяешь политику. Вот почему я радуюсь за то, что КТК, это тепловые вот эти как бы сети, чтобы обратно вернуть их, и контрольный пакет оставался бы у города. Потому что мы тогда можем управлять какими-то процессами. Мы получаем тариф, мы ремонтируем это. Вы против концессии, которую сейчас просят активно? Вы знаете, концессии это всегда, я не верю тем, которые сегодня власть придержащим, они всегда из этого получаются, что по концессии кто-то получается выгодоприобретатель. Почему в Татарстане и КТК, они остаются и свалки, они остаются в ведении государства, ну муниципалитетов в частности, или там областные и так далее. Мы не понимаем, что владение каким-то пакетом для социально важным, оно необходимо для того, чтобы контролировать этот процесс, удерживать цены, чтобы не воровали и так далее. Сейчас они выводят деньги, как знаете, вот у нас по ЖКХ, очень же много вопросов к ТГК-5 было, да? То есть там они получили льготу в 700 миллионов в курсе, да, годовую примерно, потому что якобы там запустили какой-то проект, стали сейчас проверять, возникают вопросы. Они не ремонтировали, оказывается, многие теплотрассы, хотя отчитывали, что они переложили. А как спросить-то с людей? Вот в курсе, что мы страдаем, а мы платим это в тарифе, все это заложено, а это сотни миллионов рублей. И сегодня, например, КТК, если бы у нас был контрольный пакет КТК, у нас бы не было многих проблем. Вот сейчас там выставили 900 миллионов, эти же тепловики, за то, что мы там три года не платили по 300 миллионов за социалку, за детские сады, за школу, там еще за какие-то вещи. Если бы у нас был контрольный пакет, мы бы обладали, КТК прибыль приносила в размере как раз 300-500 миллионов. А кто отказываться? Вот для меня это, ну скажите, разубедите меня в другом. Ну я понимаю, какой подход вы исповедуете. Это же дополнительный бюджет. Да, ну смотрите, вот Елена Васильевна говорит, ну если мы плохо управляем, как собственники, безобразно, и процессом, и имуществом, и всем. Вот она считает, что надо в частные руки. Если управляем плохо, не получается у нас. Елене Васильевне, я хочу пояснить, мы с ней пока не дискутировали на эту тему, но я как преподаватель управления говорю. Во всем мире, Елена Васильевна, я понимаю, что вы финансист, вот запомните это, во всем мире уже аксиома, как два раза два, четыре. Известный факт. Частные предприятия эффективнее в тех сферах, с количеством работающих на предприятии до 100 человек. Все, что свыше 100 человек, это будет государственная собственность и проблемы в управлении, что частная собственность, независимо от формы собственности, это есть проблемы, и они должны решаться. И когда Елена Васильевна говорит, так, Елена Васильевна, и город плохо управляется, так тогда давайте город продадим. То есть я считаю, вот это... Куплю всех. Да, 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 вот это путание, Елена Васильевна, ну тогда если вы не можете эффективно управлять, и считаете, что мы не можем наладить эффективное управление, зачем вы на голову города шли? Если вы не видите, идите в другую сферу. То есть должны люди, которые эффективны. А вот, например, я читаю в статье в бизнес-новостях Василий Сураев говорит, мы как раз против того, чтобы гор-электросеть приватизировалась, водоканал, потому что это важно экономически, это просто безопасность. Ясно. У нас остается буквально полминутки. Владимир Вениаминович, скажите, пожалуйста, это правда, что у Ковалева и Шульгина напряженные взаимоотношения. Ходят слухи, что не смогут они работать в едином тандеме на благо города. Вот только коротко. Хотите, это мое личное мнение. Ваше мнение, конечно. Я не знаю о плохих или хороших отношениях, честно говорю. Не видел, это надо спрашивать конкретно их. Это будут получаться сплетни будут. Единственное, я считаю, что Елена Васильевна пришла в городскую думу, она выражает интересы определенной группы и того округа, от которого она выбиралась, в Дороничах, да? И там тот район. Поэтому Илья Васильевич, это человек, конкретно Вячеславович, да, это человек Васильева, человек, утвержденный в Москве, и у него стоит четкая задача побороть всю коррупцию. А, к сожалению, Елена Васильевна слушает и поддерживает теми кругами, которые хотели бы приватизировать, например, вот эти все предприятия. И Куприд, и Центральный рынок, и Горэлектросети, и по АТП есть вопросы. То есть, как бы эти факты-то известны. И вот эти люди, понимаете, вот все равно пищат и лезут. Ситуация поменялась. Ведь посадят, посадят. Ну и если Елена Васильевна будет поддерживать такую политику, лоббировать интересы по приватизации, Елена Васильевна, ну, вы получите мощную оппозицию в нашем лице. И, к сожалению, это ведь может привести, ну, вы работаете на себя, не забывайте. Вот я всегда говорил чиновникам, которые работали на эти, на определенные финансово-олигархические кланы. Ребят, ну, они-то деньги зарабатывают. А вы-то совесть свою теряете, понимаете? Ну, этого не нужно делать. На этом завершается наше особое мнение. Спасибо. Я думаю, что очень активно мы поговорили. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо и вам, Владимир, и тем людям, которые задавали вопросы.